я друзья думаю наверное открыли тут комбикормовый магазин продажа своего шрота кукурузы пшеницы ячменя всяких кормов макуха обычно и тому подобное а пока едем куплять кавуны едем пока вон и тарица кавунами магазин вам показал что еще не продал ну он не просто так продает не продается виновно хочет дальше остаться у меня и будь кормовым магазином но это все в будущем совсем другая история сейчас едем тут у нас у водолаги тарица кавуны цена дуже-дуже интересно ложка я тебе попипихаю если шо так и покажу вам какие цены опт розница яка цена и попробуем что там за кавуны такие как в херсоне или может лучше а может хуже все покажу все расскажу едем так друзьяки короче поехал купил 20 мешків затарали опилок тирсы сухой не было брали влажу нормально важно набрали 20 мешків один мешок 10 гривен я заказал собі тракторный прицеп они привезут ну с понеделька привезут тракторный прицеп чтобы не возиться с мешками на горе еще сгоджу и все и также мы заготарились кавуном сейчас приеду я пирсу прицеп кавуни в машину в багажник сейчас доедем до дома мы уже доезжаем и покажу яки попробуем и скажу почем они почем он продает розница его я уже там не снимал ботам у него он каже уже это осталось а приедут заберут и все и вчера 2 тонны забрали я так понял сегодня хороший парень хозяин так и и кавуни ну мене понравилось сейчас будем пробовать скажу яки ну вот такое так вот топилочки 20 мешков получилось ну мы хорошо набивали получился почти полный процесс на 7 штук наверное 5 можно было пить и всунуть а то даже и 10 штук по краям наверх и тентом накрыть эти будут на подстилку мешки опять же привезут на чердак вон на той сарае утеплить полностью чердак ту сарая сарай для отъема и хай вона там высохает и вы надо зимой набрал себе мешочек 2 ну показывать не рубляки но обычно мелко мелкие опилки хай так а вот кого не вот таки кого не крупные дебели и на вид як херсонский здоровый хороший кого сейчас перевезем туда на на щелевые полы я все на щелевые полы чего то что там прохладно там реально прямо школодно на на щелевых полах я их туда сгоджу пока там поросят нема и мы потихоньку потихоньку поемо сейчас перевезу туда и попробуем один разрезать покажу яки я кажу це не такие что на огородах раньше боли это настоящий хороший каун ну сейчас будем пробовать вы сами побачите так стать фубару кстати сегодня с утра обкатал бензобур и ответил сразу по бензобуру на вопросы что отрывая руки ключицы ничего она не отрывая если попадаешь пензобуром бурить попадаешь какая-то тугая земля или корень я сегодня тут пробовал бурить он просто останавливается попал на что-то он буки став не нема рывки вот таких он останавливается там же редуктор а так он ничего не вырывает если в спокойном режиме ничего страшного нема сколько в одном килограмм то тут и и по 5 и по 7 и по 8 разно если оптовая цена 100 там до него приезжает то нам и брали 15 если то на вот то не 15 а если так не оптом ну в один два три то 20 гривен ну мы не конечно он не знаю я в него или в том году или поза тому году не помню куплял пшеницу кукурузу по моему ячминь ну я не помню что избрал короче и он именно дивляться кажут тебе скидка я к нашему блогеру местному и меню дали по 15 то есть кавун по 15 гривен у нас у центре и 27 30 ну ты сейчас иди в центр я брал по 29 мы брали да а так вообще до люстре и 27 так я тачка и сюда не заеду потому что тяжелая тачка тачка и тачка и тачка и Ну а, а цейк будем пробовать. Пробуем, взяв свой любимчик, самим любимчик нужен. Вот, девица, даже лучше, чем Херсонский. Пахнет, корешка. И Вика говорит, запах стоит. Я с ним балакан, говорит, это же не так просто. Это мы садим, выращиваем ростки, да? Рассаду. Рассаду, потом рассаживать, капельный полив, тут уже там целая система. Он сам занимается. Молодец, просто бомба. Спасибо, скажи. Что я хочу сказать. Очень вкусно. Спасибо. И цены адекватные. И сам кому, ну просто сказка. Мы купили вот цены по 29 гривен. Я брал давно уже, может, недельку назад. Не такой вкус был. Он такой был, ну не вялый, а такой, как, типа, недоспелый, да? Все-таки настоящее детство. А это настоящее, да, в детстве хороший здоровый колун. Вот так мы съездили по колуне, съездили по тису, сейчас туда-сюда, выгрузили до тису, довезли сюда колуне, хай тут и по одному будем так ездить. И что, и время подъедем, будем управляться. И все, день пройшло. А завтра рано вставать. Цих я посчитал в конце августа им будет 60 дней. Это другая партия, что мы будем весить. Ну, 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 печи, 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 печи. Ну а цим уже пришел в третий месяц. Это те, что мы весили. Мув, конечно, у вас, ребята. Скоро в плетку. Ну ничего, скоро закончим. Щелеви перейдете. Ну, у вас ростут прямо на глазах. Такие коники хорошие. Ну и все, конечно, я даже замечаю. Я их вижу каждый день, замечаю, как ростут. И сегодня еще и думаю, ого, в конце августа им 60 дней. Ну, там некоторые коментаторы писали, не помню, кто именно, что килограмм под 40 они будут. Ну, глянем, подивимся, интересно самому. Я тоже так, если честно говоря, думаю, килограмм 38-40 должны быть в 60 дней. Я думаю, где-то так, да. Вон наш с ввернутыми ушками кабасик. Ну а цих уже я, наверное, и не подниму. Ну, подниму, но очень тяжело будет. О, это же им опилки всыплю, потому что они, лито, жара, они опорожняются и в этом же качаются. Им так нравится. Вот что так грязные стены. Вони лягают на свои же отходы и качаются. Я опилки стилюю. Я тоже думаю, наберу опилок. Вон, надо в кормушку насыпать. Ого, чувак таке? Новогодний? Ну, и эти тоже. Опилочки подстилюю. Вон, бачите? Сходил и на этом и сидит. А этот разлився, как на Гавайях. Вон, и тот так же. Тут все и открыто. Бачите, все векна, все. Тут и нижгарко, потолок, то есть, опилками засыпанный. Ну, то есть, криша не жарко. Плюс чердак. Ну, просто сейчас жарище. Больше 30. Все открыто. Я открыл боржуйку, чтобы вытягивало, как вытяжка туда была. И все равно, им жарко. Бегают, веселятся. Что вы бегаете? Коники. Ну, ничего. Ну, ничего. Вас переведем, потом все тут вимеем. Будем ждать следующую партию уже на доращивание. Ну, а тут их все заберем, розмочим хорошо, все вимеем. Вот так. Такой. Это им получается, если в конце августа, ну да, полтора месяца. Хороший. На 45 дней. Слава Богу. Сейчас будем управляться. То, думаю, покажу вам. О, то тут. У меня тут чердак засыпанный. Постили на городкань. Это в сарай для доращивания. Ну, а там же ж иде за дверкой сарай на щелевых. И вот у меня тут была насыпанная опилка. И я так по чуть-чуть мне надо беру, беру. И оно сухое, хорошее. Я застелил сюда слой мокрых. И оно утепляет целую зиму. И хорошо. А это я уже начал выбирать отсюда. Потому что то подстелять надо, то это, это. И это, думаю, прицеп весь сюда гепнул. Равномерно прицеп. Ихай высохает. И зимой буду брать. И им тепло будет. И мне, как типа, прийду, мешочек два набрал. Подстеляю, где надо. Поросятам там, где свиноматкам. Или надо растить. Они подстеляют. То есть, думаю, вот так. Вот сюда. Это я лестницу модную сделаю. Боя лестница нормальная. А это такая будет у меня моя маленькая. Ну, короче, дела. Такие у нас делишки. Ничего нового нема. Все, как есть. Так и показываем. Всем пока. И всем счастливо. Жалюга. 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 Жаляга. Египет. Я беру к тому, как и даже в